Мы сегодня с вами приготовим шарлотку с яблоками И она, кстати, будет без глютена Шарлотка – это круто! Шарлотка – это класс! Кто не любит шарлотку? Тот странный человек Кто не любит шарлотку? Воздушная, мягкая, сочная, куча яблок Это очень вкусный пирог Мои дети по нему сходят просто с ума Но у нас сегодня будет необычная шарлотка Я, кстати, очень горжусь этим рецептом Помимо самого пирога, который без глютена Поэтому он подойдет тем, у кого, например, непереносимый с глютеном лиц Или акия, как это, по-моему, так называется Помимо самого пирога, там сверху будет очень классный крамбл Вот такая песочная, ореховая вкусняшность Нет такого слова, оно прям подходит сюда Короче, давайте быстренько обсудим, какие нам нужны ингредиенты Я расскажу вам быстренько, на что нам можно на что заменить И мы уже ее приготовим Собирается она просто в считанные минуты Неприлично легко готовится Давайте начнем с нашего фрукта главного Вы, конечно, можете изменить яблоки на груши или на что-нибудь другое Но я вот их прям люблю в этом рецепте У меня сегодня два достаточно крупных яблочка Если они у вас более мелкие, возьмите три И они сладкие, поэтому я положу чуть меньше сахара в рецепт Если, например, у вас Антоновка, можете смело увеличить количество сахара Напоминаю, что под этим видеороликом есть описание И в нем все детально будет расписано Сколько чего в граммах, в миллилитрах и так далее Подготовим яблочки Я люблю их нарезать не слишком мелко, но и не слишком крупно Чтобы как бы в каждой вилочке тебе попадалось прямо куча вот таких маленьких сладеньких кусочков фрукта Чистить я яблоки не буду Буду их только нарезать, удалять в сердцевину Как только я их сложу в отдельную миску, я хочу их сбрызнуть лимонным соком Они не потемнеют И вот эта кислинка немножко разбавляет сластинку Вообще, самое тяжелое в этом рецепте Это мой блендер, миксер Вот эта штука Сейчас мы с вами возьмем нашу муку И вообще все сухие ингредиенты, смешаем их тут Потом добавим наши влажные ингредиенты сюда же Это все превратится в тесто И в принципе мы уже отправим наш пирог в выпекаться в духовку Которую я уже, кстати, прогрела до 160 градусов Как я уже говорила, пирог сегодняшний у нас будет без глютена Какую же мы будем использовать муку? Итак, первое – это овсянка Вообще в овсянке нет глютена Но те, у кого есть вот эта вот болезнь целиак Целиакия Я, может быть, неправильно произношу Простите У них бывает чувствительность на овсянку Тогда можно ее, например, заменить на рисовую муку У меня здесь целая такая монастырская долгой варки овсянка Я сейчас ее закину в блендер И превращу ее легким нажатием одного пальчика в муку Потом мы добавим кукурузную муку Которую я очень люблю Она супер воздушная Очень вкусная И, поверьте мне, она прям в этом пироге заиграет нереальными красками Сколько граммов одной муки и второй муки Все написано внизу У нас практически все готово Яблоки нарезали, тесто уже сделали Сейчас мы с вами быстренько слепим наш крамбл Соберем пирог и уже отправим его выпекаться Что нам потребуется нашего крамбла? Поскольку рецепт у нас безглютеновый И мне очень нравится сочетание яблок и орехов Мы сделаем крамбл из орехов Итак, у меня здесь смесь муки из миндаля и из арахиса Вы можете взять любую ореховую муку Или сделать ее сами Возьмите миндаль Поджарьте его буквально 10 минут в духовке До феерического запаха и до такой румяной корочки И просто перемалывайте в блендере до состояния вот такой вот ореховой пыли Не использовать кокосовую муку, она сюда не подойдет Но поскольку мне не хватило одной миндальной муки, я добавила еще из арахиса Итак, добавляем нашу муку Берем орехи Я сегодня использую пекан, просто потому что мне очень нравится этот орех на вкус Можете использовать грецкие орехи или опять же любую другую, какую вам нравится И нам хочется его измельчить Но не до состояния муки, а таких вот заметных кусочков, скажем так Еще мы сюда добавим, естественно, корицу Потому что яблоки как-то очень дружат с орехами и с корицей Добавим еще небольшое количество коричневого сахара Можете использовать, в принципе, любой Но коричневый, какой-то особенно ароматный и вкусный Кстати, если у вас вдруг есть кокосовый сахар, можете смело добавить его Но потребуется масло Если вы хотите сделать пирог безлактозным, то не используйте сливочное А используйте оливковое, например, или кокосовое, как мы использовали в само тесто Мы обязательно должны крамбл посолить, чтобы он у нас был такой соленый, сладкий И это мы уже будем посыпать на наш пирог, на тесто Ой, это так все вкусно Что вы еще можете добавить в этот пирог? Ну, например, изюм, тоже будет очень классно В общем, если у вас будут какие-то вопросы, вы мне их задавайте внизу в комментариях Я всегда туда заглядываю и всегда на ваши вопросы отвечаю Может быть, не сразу, но рано или поздно Итак, почти все готово Высыпаем наш сахарок Я люблю прям большую, заметную, такую ощутимую щепотку соли И кладу, ну, как будет сказать, до порицы Ниже чуть-чуть И уже сверху мы польем это маслом И начнем руками лепить, как такие кусочки-комочки Подойдите, покажу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Моя любимая часть съемочного процесса Когда еда готова и осталось только все это дело съесть Слушайте, ну, понятно, что можно приготовить эту шарлотку без вот этого крамбла Но просто поверьте мне Вот эта россыпь из орехов различных Просто нереально круто дополняет наш пирог Посмотрите на эту консистенцию Он реально очень воздушный, очень мягкий Он легко очень разламывается Он, я просто говорю параллельно, простите, захлебываюсь вообще слюной Он в меру влажный, потому что яблоки пускают сок Но при этом он держит форму Как бы он собран Я вас просто умоляю Попробуйте срочно Я уверена, что это станет вашей любимой шарлоткой У меня от нее в восторге дети Я очень люблю брать с собой этот пирог в гости Потому что всем его можно Я не могу Полюбуйтесь на него И этот крамбл, который соленый Сладкий Хрустящий Этот пекан просто превращается Будто бы в карамель Овсянка вообще не чувствуется И ты не скажешь, что это прям кукурузный пирог Он просто нежнейший, волшебный Можно подавать с греческим йогуртом Можно подавать шариком ванильного мороженого Короче, прям вкуснотища Попробуйте, не забудьте мне оставить отзыв внизу Как вам ролик, как вам рецепт Как вам эта шарлотка Я буду с нетерпением ждать ваши отзывы И напишите мне, как вы готовите шарлотку Может, у вас есть какой-то крутой рецепт Которым вы готовы со мной поделиться Я вас всех обнимаю Я пошла есть Как мне вкусно У-у-у Продолжение следует...